Новополоцкие воднолыжники вернулись на белорусскую землю. И сразу же после Минского аэропорта они приехали в родную Новополоцкую воднолыжную школу Генова. Здесь их встречают родные и близкие, тренерский состав школы и представители городской власти Новополоцка. Добро пожаловать домой! Добро пожаловать домой! Позади 9 соревновательных дней в программе чемпионата с лалом, фигурное катание и трамплин. Спортсмены соревновались сразу в трех возрастных группах до 14, до 17 и до 21 года. Поэтому непросто было не только спортсменом, но и тренером. На этих соревнованиях с одной стороны были великолепные результаты, ввиду отличной подготовки наших ребят. С другой стороны были травмы, и поэтому выступления и те же медали зарабатывались очень тяжелым трудом, через боль, через травмы. Поэтому я очень горд за наших ребят, которые показали характер, волю в победе, и которые с честью защитили честь нашей страны, города, школы. Лидер по количеству завоеванных наград на чемпионате Европы Мария Козельская. Восемь медалей, из них шесть золотые. Для нее это уже четвертые соревнования такого уровня, но особенность этого года Мария выступала сразу в трех возрастных группах. Это было очень трудно, потому что это не было какого-то отдыха, был только один день между этими тремя соревнованиями. И соревнования длились почти весь день, и было трудно вытрепить это все время. Это удалось засидеть благодаря стараниям тренера, благодаря тому всему, в чем нам вкладывали и родители, и другие работники, которые тоже очень большое значение имеют. И внесли большой вклад в наши результаты. А для юной Марии Юрановой подобные соревнования первые, но несмотря на это дебют удался. Мария в Новоповск приехала с двумя медалями – серебряной и бронзовой. Сложновато, конечно, соперники появились более сильные, другие люди, другие языки. Интересно было общаться с другими людьми, что практикуешь другой язык, и это очень интересно оказалось для меня. Для первой поездки результат неплохой, но могла и лучше сделать. Сложно было привыкать к новой обстановке, к новому озеру. Это были два новых катера, намного мощнее, чем наши. Там намного сложнее природные условия, там намного плотнее ветер. Это дает небольшую сложность на слалами и трамплине фигурах. Мы верим твердо в героев спорта, там победа, как воздух дышна. Новоповским героям в однолыжного спорта – цветы и подарки. На берегу озера Люхова пятерки спортсменов и тренеру звучали слова благодарности и поздравлений. С гордостью родные и близкие поздравляли белорусских чемпионов. И понятно одно – победы продолжатся. Дело Николая Леонидовича Генова живет. Глеб Прокофьев, Сергей Пальцев, телеканал «Звезда».